Добрый день, друзья! Сегодня мы будем готовить шоколадный тарт с орехово-карамельной начинкой. Для теста нам понадобится яйцо, какао алкализированный, соль, сахарная пудра, мука миндальная и мука обычная, кукурузный крахмал и сливочное масло. Для начала в емкость помещаем все сухие ингредиенты. Затем добавляем холодное сливочное масло и лопаткой начинаем перемешивать. Мешаем до состояния мелкой крошки. Потом добавляем яйцо и продолжаем вымешивать лопаткой. Видим, что тесто уже начало собираться в комочки. Далее вымешиваем рукой. Формируем из теста прямоугольник и делим его на две ровные части. Затем на пергаментную бумагу выкладываем первую часть теста и накрываем пергаментом. Вот такими движениями начинаем раскатывать тесто. Тесто распределяем равномерным слоем. Толщиной приблизительно 4 мм и отправляем в морозилку на 20 минут. Вторую часть теста также раскатываем и отправляем в морозилку также на 20 минут. Тесто уже холодное и начинаем формировать тарты. У меня вот такая перферированная форма для тарт диаметром 8 см. Для начала вырубкой вырезаем круги. На пергамент кладем форму и аккуратно выкладываем наши серединки. Затем достаем из морозилки вторую часть теста. И под линейку вырезаем ровные полоски. Это будут наши борта для тарта. Выкладываем полоски. И аккуратно слегка прижимаем к краю формы. Но не сильно, чтобы не вбилось в перфорацию. Смотрите, показываю еще раз. Берем полоску, выкладываем в середину и аккуратно прижимаем к краю формы. И также проверяем, чтобы эта полоска прилегала ко дну тарта, чтобы не было никаких дырочек. Далее отправляем в заморозку на 20 минут. Тарты уже холодные. Ножом с внутренней стороны аккуратно обрезаем все лишнее. Берем фульгу, засыпаем туда рис. И выкладываем в середину нашего тарта. Делаем такой груз, чтобы наши тарты были ровные. Все наши тарты выпекаем на пергаменте в предварительно разогретой до 160 градусов духовке. Вверх-вниз, без конвекции. Первые 10 минут выпекаем с грузом. Потом забираем груз и выпекаем еще 10 минут. Вот такие ровные красивые заготовки получились после выпечки. А теперь займемся начинкой. Нам понадобится мед, сливки, сахар, вода, молочный шоколад и соль. Для начала в сотейник помещаем сахар и добавляем воду. Ставим на небольшой огонь. Доводим до кипения, до золотистого цвета. Пока карамель нагревается, мы берем мед и сливки. Также отправляем в сотейник. Сначала сливки. Затем добавляем мед. Перемешиваем и нагреваем до горячего состояния. Наша карамель уже золотистого цвета. Добавляем сюда наши горячие сливки. Добавляем маленькими порциями и перемешиваем. Будьте аккуратны, потому что от карамели идет очень сильный пар. Все ингредиенты соединили. И еще минуты три держим на небольшом огне, постоянно помешиваясь. Вот такая однородная должна быть карамель. Уже подготовили молочный шоколад и соль. Выкладываем его в стакан для блендера. И заливаем горячей карамелью. Все это пробиваем погружным блендером, чтобы масса стала однородной. Готовую карамель отставляем минут на двадцать для стабилизации. Фундук и грецкий орех поджариваем в духовке при температуре 150 градусов 15 минут. Через каждые пять минут перемешиваем. Затем наполняем все наши заготовки орехами. И добавляем шоколадно-ореховую медовую карамель. Поджаренные орехи вместе с этой карамелью очень вкусно сочетаются. Тарты отправляем в холодильник минимум на три часа для стабилизации. Вот такие ровные красивые тарты получились у нас. Ну и конечно же посмотрим, как он в разрезе. Если вам нравится более текучая карамель, перед едой достаньте за полчаса из холодильника тарт и можно кушать. Попробуйте и вы приготовить такую вкуснятину. И оставляйте свои отзывы в комментариях. Всем спасибо за внимание. До встречи на кухне!